Здравствуйте, друзья! Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипко. Сергей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте. Ваш цикл концертных программ «Живая музыка. Экрана» отмечен премией правительства Российской Федерации. Как родилась идея этих концертов? Ну, как говорится, идея витала в воздухе. Я удивляюсь, почему никто до меня это не сделал. По-моему, это очевидно. Наш оркестр – это огромное хранилище рукописей. При оркестре существует там около 9 тысяч наименований. То есть вся советская кинематография хранится у нас. Это авторские рукописи, желтые, с чернилами, иногда расплывшимися. Но такое богатство, что оно лежало без движения, мне представляется, это просто преступным. Поэтому мы начали свое время, когда еще мы играли, самый первый наш юбилей, в 2004 году. Я тогда очень много произведений, так сказать, впервые исполнил. Ну, не то, что первые исполнил, потому что, естественно, они уже когда-то исполнялись, а просто возродил их тогда. И концерт получился удивительно интересный для меня в том числе. И после того, когда я подумал, почему же это не продолжить, я пришел с этой идеей. Ну, после того, мы еще сделали парочку концертов, один из которых вел Георгий Рамович Гранян. И как-то так получилось, что я просто увидал. Внутри у меня выстроился этот цикл. Знаете, как периодическая система Меделеева родилась. Вот у меня родился этот цикл. Я пришел с этим предложением в филармонию Колесея Сергеевича Шалашова. Он очень горячо отыкнулся, но сказал, так вы знаете, сейчас год Шостаковича, давайте начнем с киномузыки Шостаковича. Я говорю, с радостью, с удовольствием. И вот так первый концерт был киномузыка Шостаковича. Изначально песня о встречном. Ну, а как же без нее-то. И выяснилось, что наш концерт был самым посещаемым в череде всех этих концертов этого цикла. Потому что, ну, разумеется, тогда зал не полон, это у нас сейчас полные залы. Мы за пять лет воспитали свою публику, и сейчас наш абонемент раскупается в течение первых двух недель. Он так и называется – «Живая музыка экрана». Да, так и называется «Живая музыка экрана». Но ведь это прежде всего романтическая музыка. Значит, это говорит о том, что публика стремится вот к такого рода музыцированию, к такого рода музыки, которая, видимо, как-то особенно волнует. Вы знаете, я сам поклонник романтизма в исполнительстве, в подборе программ. Я сам очень большой поклонник. Но помимо романтической музыки, там очень много музыки батальной, очень много музыки драматической. То есть киномузыка, вот старая настоящая советская школа – это киномузыка высокопрофессиональная. Киномузыка, в которой не могли прийти те мальчики, которые ныне гуляют по всем кинокомпаниям и предлагают свои произведения в качестве опыслов новых. А тогда люди, которые не умеют писать ноты и которые просто не понимают, что такое волторна, тогда они просто не могли работать в кино. Тогда все работали с живым, настоящим оркестром, с огромными составами. Но в этом тоже были свои проблемы, потому что некоторые фильмы не требовали таких огромных составов. Они все равно там звучали, что, я считаю, не украшало экран. Существовала определенная эстетика. И управляли, так сказать, всем процессом музыкально-редактора, институт, который сейчас фактически разрушен. То есть вот существовала определенная система. И вот эта хорошая музыка в хорошем, так сказать, варианте, написанном, то есть по-настоящему, и в хорошем исполнении, она до сих пор звучит с экранами. До сих пор единственный источник симфонической музыки для нашего народа – это звучащее с экрана исполнение нашего оркестра музыка. Потому что кроме канала «Культура» вы нигде больше не услышите симфоническую музыку. Если какие-то подсчеты вами или вашими коллегами проводились, вот на сколько лет концертных программ может хватить этой идеи, этого цикла «Музыка из кино»? Ну, посчитайте, 9 тысяч наименований. В каждом из этих наименований вы найдете, ну, минимум, 3, 4, 5. Ну, и умножайте. А если в концерте звучит примерно 25 произведений, я думаю, что на долгие... Это never ending story. Это, по-моему, какая-то бесконечная история. Вопрос в том, чтобы это не переедалось. Поэтому каждый раз хочется что-то новое найти. Ну да, мы произносим фамилию Андрей Петров, Исаак Шварц, не знаю, Александр Зацепин. И вот уже готовая концертная программа. Конечно. Ну, вот Зацепин только что мы сыграли, да, Шварца только что сыграли, Андрея Петрова два года назад сыграли. Ну, вот что интересно, понимаете, ведь каждый раз можно что-то еще найти. Вот, например, у меня есть такая идея сыграть, может быть, не целиком программу, но, допустим, какой-то блог сделать такой. Тех произведений, которые были написаны, но по каким-то причинам не вошли в фильм. Ведь, например, в фильме «17 мгновений весны» звучат две песни, а написано было гораздо больше. Неужели это неинтересно? Потом, например, у Зацепина Остап Бендер должен был петь еще одно танго. Слова не разрешили в те времена. Оно существует, очень хорошие слова, кстати, замечательно, называется «Полосатая жизнь». Вот я очень хочу это тоже исполнить. Еще есть, я уже подбираю, у меня папочка потихонечку наполняется. Оркестр кинематографии привык работать, если я не прав, вы меня поправите, в студии. Есть традиционная, даже, скажем так, рутинная работа, когда есть такты музыкальные, есть изображение, и нужно вложить музыкальную фразу в это самое изображение. Другое дело – живой концерт. Когда есть возможность перезаписи в студии, это одно, а когда кларнет кексанул или какая-то другая ошибка, это все на публике. Вот как сочетается работа в студии и живая дышащая публика? Вы знаете, дело в том, что наш оркестр, вот вы правильно сказали, что он студийный оркестр, это его предназначение, это его, так сказать, изначальная, так сказать, суть. А студии мы отдаем. В студии мы фактически ничего не приобретаем, потому что приобретать можно только общаясь с публикой, общаясь с залом, впитывая его атмосферу, вдохновляясь его реакцией. То есть, когда вот создается этот образ, какой-то цельный большой образ, и он одновременно сопереживается. Вот тогда музыкант получает огромное удовлетворение, и он тогда напитывается вот этим. Я даже не знаю, как это назвать. Видно, какая-то творческая энергия, какой-то творческий, так сказать, потенциал он питает, именно из зала получает. А в студии, как правило, мы отдаем. Поэтому вот огромное... Почему я хочу, чтобы мы играли концерты? В концертах мы снова себя чувствуем музыкантами-творцами. А здесь мы чувствуем себя музыкантами-хорошими ремесленниками, так скажем. Но создать какое-то... Вот получить такое же удовлетворение на записи бывает... Бывает, согласен, бывает, но это такая редкость. А вот в зале, да, это совсем другое. Когда мы с вами в прошлый раз разговаривали, вы привели пример совершенно необычного и даже во многом фантастического состава музыкального коллектива для записи. Условно говоря, виолончель и народный оркестр, оркестр народных инструментов. То есть, ну, несочетаемые стилистики, скажем так. Хотя в музыке, конечно, все возможно, особенно в талантливой. А концертные выступления – это всегда традиционный состав вашего оркестра? Ну, наш оркестр, он вообще нетрадиционный по составу. Он включает в себя и ритм-группу. Он включает в себя и целый, скажем так, ну, не коллектив, но, в следующем, целый, так сказать, круг музыкантов, которых мы приглашаем. Тех же народников, тех же саксофонистов. Хотя у меня в штате есть два саксофониста. Один из них – импровизатор, прекрасный. Один из них – мультиинструменталист. Он на саксофоне играет и на бас-кларнете, и на всех видах кларнетов. Вот, поэтому у нас оркестр, он более универсален. Поэтому приглашать чаще приходится, ну, тех же народников, допустим. А на концертах, да, на наших концертах, безусловно, у нас звучат и саксофоны, у нас звучат и народные инструменты, ну, аккордеон у нас в штате. Так что, в общем-то, нетрадиционные составы у нас, безусловно, бывают. Когда мы говорим о сути концертов, о составлении программы, как-то сразу на ум приходят любимые композиторы, любимые для поколения 40-х, 50-х, 60-х годов. А современные композиторы присутствуют в живой музыке экрана. Ну, если Артемьев – это современный композитор? Я имею в виду композиторы, которые писали что-либо для кино, скажем, за последние 2-3 года. Или это направление и эта фактура музыки вам неинтересна? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что мы играем то, что уже, скажем так, немножко подзабыто, к сожалению. То есть, ну, вот музыка того же Андрея Петрова, вот его старые фильмы, там, «Два воскресенья», допустим, да, ведь мы даже название это уже не помним, а там чудесная музыка, я ее исполнял. И вот, допустим, нынешние фильмы, ну, допустим, там, ну, я назову, ну, первое, что мне приходит на ум, допустим, «Небо, самолет, девушка», да, с музыкой Алексея Шелыгина. Ну, пройдет какое-то время, наверное, мы сыграем это тоже. Но сейчас пока она, как говорится, еще звучит, она еще пока, так сказать, не отлежалась, не устоялась. Вот из самых новых произведений, которые были, которые мы играли, это только вот Артемьева, пожалуй, я играл последнего произведения. Это вот из фильмов «Двенадцать», допустим, из «Сибирского цирюльника», хотя это уже сейчас, кажется… Да, «Десять лет». Да, уже кажется, да, уже кажется, уже почти архаика, да. Но вместе с тем, для меня это очень живо, как говорится, в воспоминаниях. Для меня это очень современная музыка. По-моему, по масштабу, мне очень трудно с кем-то это сравнивать пока, вот на данный момент. Теперь, что касается площадок. Я знаю, что на Мосфильме есть совершенно удивительный по акустике зал, он, по-моему, так и называется, «Эталонный». «Эталонный», да. «Эталонный». Вот можно ли его задействовать? Ведь это было бы, наверное, интересно и Мосфильму, и, собственно, идее живой музыки с экрана. Вы знаете, там очень мало мест, поэтому я думаю, что задействовать его, в смысле, коммерческом, малоинтересно. Этот зал сейчас используется как репетиционный, но не нашим оркестром, а другими оркестрами. У нас своя база. Я не зря упомянул этот зал, потому что там действительно уникальная… Уникальная акустика, и в свое время даже этот зал, мы там писали практически всю советскую кинематографию, до вот 90-х годов. Потом построили новую тон-студию, она замечательная тоже, но тот зал, он интереснее в том плане, что он еще и концертный зал. Там как-то вот… Этот зал более микрофонный, а тот концертный. Там живой звук, очень хорошо слышен и удобно там работать. Этот зал, к сожалению, не используется для записи. По какой причине для меня это не… Мне это неведомо совершенно, но он не используется. Хотя по акустике я считаю, это один из лучших залов Москвы. Сегодня, сейчас вы работаете над какой-то киномузыкой, которая вас по-настоящему вдохновляет. Ну вот из последних работ, из таких, которые крупные работы, это был фильм Никиты Михалкова «Предстояние» и «С музыкой Артемьева». Но с Артемием, когда я встречаюсь, вы знаете, это огромный подарок, это просто праздник, которого я жду. Это просто здорово, это настолько все крупно и сильно, это настолько все интересно, настолько все профессионально и настолько все подготовлено. Это просто удовольствие работать. Композиторы приносят уже оркестрованный, инструментованный, полностью, партитуру, уже все расписано. Или вы иногда какие-то вещи добавляете от себя, вы говорите, вот это вот лучше отдать, условно говоря, там, Гобой или Контрфаготу, что-то вот… Ну, знаете, с молодыми ребятами такое бывает, да. А вот с зубрами, с профессионалами, как правило, нет, такого не случается. Тем более, что тот же Артемиев, допустим, приходит настолько подготовленный, что у него каждый кадр уложен. Осталось только сделать все то, что он сделал, то, что он написал. А в прошлые годы, если так лет 20-30, отмотать назад, ну, встречалось все. Могу же сказать, массу анекдотических случаев, просто анекдотических. Бывало все. Один замечательный автор, у него была такая система работы, он привозил одну партитуру и говорил, вот для этого номера мы играем с пятой цифры до восьмой, переходим на первую. Кларнеты не играют, Гобой не играют. А вот для этого номера мы играем с первой цифры до пятой, потом колено и так далее. То есть, чей-то не профессионализм приходилось исправлять своим? Нет, вы знаете, это даже не профессионализм, это удивительный профессионализм. Я бы так не смог. Давайте вот сделать все и видеть всю партитуру вот в этом. Бывало еще иначе, бывало фильм такой, как «Слезы капали», где приходилось фактически из трех партитур Кончелли выстраивать всю музыкальную ткань фильма. Потому что он говорит, я не знаю, что он хочет, разбирайтесь сами. Говоря о Данелии, наверное. Да, разъестественно, на ком. Это удивительная работа, совершенно уникальная. Я ее вспоминать был всю жизнь. И сейчас бы я ее не повторил, потому что для этого нужно иметь те мозги тех времен, молодые. Я желаю вам больше работы, потому что чем больше будет работы в оркестру кинематографии, специализированного, как сейчас принято говорить, заточенного под музыку для кино, тем больше может быть замечательной, мелодичной музыки уйдет в народ с экрана. А это то, к чему, наверное, каждый композитор стремится. Спасибо. Сергей Иванович Скрипка, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России. Руководит государственным российским оркестром кинематографии. А сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Обязательно с вами увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова